Мина закладывается в ствол, на капсюль накалывается, полетела. Сергей Бирюков рассказывает гостям историко-патриотического музея гвардейцы о каждом экспонате. На площадке под открытым небом военная бронетехника, пушки, пулеметы и минометы, истребители и вертолеты. Часть экспонатов когда-то использовалась в реальных боевых действиях. Два бронестекла, там видно отметины от пуль. Этот воевал в Афганистане. Сначала Сергей Бирюков вместе с партнером построили аэродром под спортивную авиацию, на котором тренируются летчики. Затем пришла идея здесь же открыть военно-патриотический музей. Техника доставалась по-разному. Какие-то образцы я менял, например, вот этот истребитель МиГ-21 я поменял на БТР. А БТР, в свою очередь, я привез из Минска, у батьки выкупил демилитаризованный. Все, где что приходится. Посетить музей гвардейцы, который находится в Кенельском районе области, может любой желающий. Вход на площадку свободный, а вот экскурсии, полеты и катания на бронетехнике нужно заказывать заранее. По мнению военного летчика Александра Калмыкова, который по просьбе владельцев музея иногда демонстрирует посетителям фигуры высшего пилотажа, нужно возрождать клубы, подобные досав. Надо воспитывать основную любовь к родине и патриотизм. Это самое главное. Почаще надо, чтобы люди могли спокойно прийти и учиться, и уметь летать, и наслаждаться этой профессией. На площадке музея регулярно проводятся патриотические мероприятия, а бронетехника участвует в военных парадах. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.